Добрый день. Работает? Работает, да. Спасибо. Мы очень рады всех вас видеть. 12 утра. Хорошее, прекрасное, высокого начала дня. Мы очень рады, что у нас сегодня в Электротеатре, первый раз, по-моему, так получилось, будут выступать люди из Александринского театра. Это представление спектакля «Сегодня-2016», который живьем Москва не увидит, но сегодня в каком-то фрагментах и описаниях вы можете его посмотреть. Это проходит в рамках театральной биеннале. Я представлю людей, которые сидят на сцене в порядке их появления. Николай Рощин, главный режиссер Александринского театра и автор сценографии спектакля. Кирилл Фокин, драматург, автор повести, по которой сегодня 2016 поставлен. Валерий Фокин, арт-директор, художественный руководитель Александринского театра. Ну, как скажете. Антон Яхонтов — это дело, саунд-дизайн, арт. И Марина Токарева — арт-директор уроков режиссуры, которые располагаются внутри театральной биеннале. Спасибо, Кристина. Здравствуйте. Мы действительно, уроки режиссуры в биеннале театрального искусства сегодня представляют уникальные проекты. Я скажу несколько слов об этой уникальности. Она географическая, прежде всего, потому что никто из тех, кто сидит в зале, если вы не поедете в Петербург, не сможет этот спектакль увидеть, поскольку блистательный сценограф и замечательный режиссер Николай Рощин построил его, этот станок для спектакля, специальную среду так, что она нетранспортабельна и в этом уникальна. Поэтому мы сегодня представляем вам такой необычный, странный формат, открытую лабораторию о делании этого спектакля, о его создании. Вторая его уникальность биографическая, потому что это первый проект, но, надеюсь, не последний, который маркирован двумя фамилиями Фокин. Это автор прозаической основы спектакля Кирилл Фокин и постановщик спектакля Валерий Фокин. И знаете, совершенно ответственно вам говорю, что это не тот случай, когда мальчика продвигает влиятельный папа. Скорее, наоборот, влиятельный отец использует растущее дарование и в интересах театра, и в интересах выяснения истины. И самое главное, его уникальность смысловая, потому что это спектакль. Когда-то, когда он вышел два года назад, простите за самоцитату, я писала, что мир находится на предельной черте, и спектакль исследует эту черту. С тех пор за два года мы сильно придвинулись, мы так сильно обжили уже эту черту. И этот спектакль о том, можем ли мы с нашей поврежденной генетикой, с нашей сложнейшей природой измениться, стать другими, стать лучшими. Это спектакль исследования, лаборатория мироустройства, переделывания, переустройства мироустройства. И вы сейчас увидите, каким дерзким, отвязным, каким абсолютно не страшащимся никакого эксперимента, может быть человек, который в этом году исполняет, отмечает 50-летие своей режиссерской деятельности, Валерий Фокин. Итак, лаборатория о лаборатории. Спасибо. Значит, ну все сказали арт-директора, поэтому тут уже... Кристина, ты арт-директор или ты кто? Нет, пожалуйста, я просто так спросил же. Чего сразу пугаться-то? Я не ты, да? Я не я. Достоевский уже какой-то. Я не я. Я понял. Хорошо. Значит, все рассказали, поэтому, собственно, я касаться темы и скажу только так. Значит, вообще про то, что здесь происходит и почему мы здесь. Дело в том, что приглашали нас в этот спектакль, и, конечно, я тоже хотел, чтобы он приехал в Москву, это было несколько раз, но совершенно стало мне понятно с какого-то момента, в самом начале еще у меня были какие-то иллюзии, что, может, мы как-то придумаем какую-то некую конструкцию, которая сможет как-то нам выезжать. Я имею в виду не только Москву, а вообще. Но потом мы поняли совершенно очевидно, что этого быть не может, поскольку так задействован, сейчас я быстро скажу, и вы поймете, спектакль, что его нельзя вывезти. Он имел приглашение из иностранных разных фестивалей и прочее, это не получается. Но поскольку очень хотели представить в рамках проекта вот этого фестиваля, уроки режиссуры, как-то этот спектакль, ну мы согласились, я согласился и пригласил своих соавторов, сотоварищей, еще композитора Антона Яхонтова. У тебя вообще сказали про тебя, нет? Да. А, ну хорошо, тогда сиди. Значит, короче говоря, всех пригласил для того, чтобы мы просто, ну ввели вас что ли, вот рассказали немножко, хотя рассказывать о спектакле, не видя его, это дело неблагодарное и глупое, в общем, потому что спектакль надо видеть, чтобы про него рассказывать, это смешно. Но тем не менее, все-таки в данном случае мы пошли на это, чтобы как-то вас немножко вот ввести в курс истории и жизни этого спектакля, и может быть еще какие-то профессиональные тоже, я надеюсь, что тут есть студенты, может быть, даже есть и студенты режиссерского факультета, в чем я не уверен, но хотя я могу ошибаться, как, впрочем, и все мы. Но тем не менее, может быть, какие-то профессиональные такие советы или профессиональные какие-то навыки, они тоже будут полезны, поскольку это такая форма открытого интервью, что ли, такой встречи, это нельзя назвать не мастер-классом, а просто некой такой творческой встречи. Это первое. Значит, про тему все рассказали, про то, как задевает и задел меня два года назад тексты, задел, и я почувствовал основу, которая меня очень взбудоражила и завела как режиссера, но было еще одно обстоятельство. Дело в том, что на тот период было три года нашей новой сцены в Александринском театре. Три года назад она, сейчас уже пять лет прошло, а тогда три года, как она была построена. На тот период это была одна из самых, действительно, самых уникальных в техническом отношении площадок в России, не только в России, в Европе тоже. Сегодня, конечно, уже подобные аналоги есть, надо сказать, но на тот период это было действительно так. И я за три года тогда, значит, все время ощущал, что многие молодые режиссеры, не только молодые, делали там спектакли, но по-настоящему, кроме спектакля «Старая женщина высиживает» по пьесе Ружевича, который, кстати говоря, поставил и автор сценографии был Николай Александрович, меня никто до конца, ни один спектакль так и не удовлетворил, несмотря на то, что они были любопытные, интересные в своем поиске. Почему? Потому что мне казалось, и я видел все время, что возможности этой сцены технические, невероятные, они используются по такому, знаете, как дети, берут игрушку и начинают нажимать. Давай тут попробуем, давай здесь попробуем, давай вот так крутанем. А что будет, если вот так будет? Я никак не мог определить и почувствовать, что это связано со смыслом. Я никак не мог понять и почувствовать, что вот все вот эти прибамбасы и все эти, так сказать, технические возможности, они завязаны на необходимости смысловой, на мотивированности смысловой. Вот этого я, к сожалению, кроме одного спектакля не видел. И поэтому второе обстоятельство, которое меня завело, мне показалось, что я должен, может быть, попробовать все-таки, тем более, что этот текст ложился вот на такую форму, попробовать все-таки все, ну не все, но многое из того, что эта сцена в себе таит, заставить ее работать именно на смысл. А вот это самое главное вообще-то в театре, который, к сожалению, уходит. Зачем? Зачем вообще это все? Ради чего это все? Это, к сожалению, уходит. Редко встречающиеся ответы на такой очень важный вопрос, просто потому что его многие не ставят сегодня просто. Он как бы не является важным почему-то. Ну, будет понятно почему. Вот поэтому вот два обстоятельства, которые толкнули и привели к тому, что мы начали работать. Дальше я, может быть, попрошу Кирилла, чтобы он рассказал несколько слов, потому что вам надо понять немножко сюжет еще тоже вообще, что происходит, то что иначе вы потом будете смотреть фрагменты, и вы просто не поймете. Будет сумасшедший дом в кубе, да? Такой двойной. И так уже все это сумасшедший дом. А тут еще, так сказать, и вообще будет. Пожалуйста, Кирилл Валерьевич, скажите пару слов. Микрофончик только. Работает, да? Я чуть-чуть издалека начну, просто чтобы было понятно, какой текст завел моего отца, потому что изначально это была фантастическая повесть моя, и она не имела к театру никакого отношения, и вообще даже к тому, что получилось в итоге, она имеет такое отношение, как камень, заложенный фундамент, но не более того. Это была повесть, она небольшая, издана у меня в книжке «Огонь». Она фантастическая в таком самом классическом смысле. Там речь идет про пришельцев, все это рассказано в сеттинге альтернативной истории, действие разворачивается в 70-е годы на фоне обострения ядерной войны, холодной войны и тому подобное, и так далее. И там одна из задач, которую я там ставил, это, соответственно, попытаться посмотреть и написать что-то про такой классический штамп научной фантастики, посмотреть на него через призму реалистического взгляда. Как бы это могло действительно выглядеть в случае контакта с суперразвитой внеземной цивилизацией, такая тема заезженная, избитая, и через вот этот предельно реалистический взгляд я хотел попробовать, как можно говорить об этом в каких-то серьезных интонациях, скажем так. И когда я написал этот текст, я показал его отцу, и дальше я не очень понял, честно говоря, что произошло, потому что он сказал, что он вдруг придумал, увидел, как это можно сделать в театре. Я совершенно не понимал, как и вообще, и зачем, и почему эта история должна быть сделана в театре. Но дальше, по мере того, как мы с ним разговаривали и вносили какие-то изменения, в том числе в сюжет, одной из главных задач для адаптации этой истории к сцене было отсечь ненужное и убрать все то, что интересовало в том числе и меня, но то, что в формате именно театрального представления такого, обладающего элементами как фантастики, так и даже постмодерна в одном из эпизодов, о котором будем дальше говорить. Поэтому оттуда ушла большая часть таких научных-философских размышлений, историй, социологических, про то, что из себя представляет контакт, как он может изменить нашу жизнь и в цивилизационном плане, и в личном плане, и личную историю каждого из нас, людей, которые к этому причастны. И ушла оттуда альтернативная история, которая являлась для меня таким фоном того, что все происходящее происходит не совсем в нашем мире, а в какой-то такой странной реальности, в которой возможны некие вещи, которые в формате такой политической истории сегодняшней, если бы все происходило вот здесь сейчас, как оно происходит в спектакле. Мне казалось, это нужно как-то остранить. Но вот спектакли за счет декорации, за счет атмосферы, которая создается во время действия, это вот сейчас Николай Александрович расскажет, как там зрителей поднимают, закрывают в клетке, это остранение происходит, поэтому альтернативная история там просто оказалась ненужной. И главное сюжетное изменение заключалось в том, что главный герой, который и в повести, и в спектакле является одним из исследователей, специалистов вот этих пришельцев, которые вышли на контакт с нами, с обитателями Земли. Это закрытая организация, понятно, тайна, там тоже есть большое количество всяких конспирологических штампов, в том числе даже отсылки к каким-то людям в черных, классическим. Здесь судьба этого героя поставлена в центр, и геометрический центр, вот он находится в этой колбе, и история подается ретроспективно. Если в повести там есть обычное такое классическое движение из точки А в точку Б, от начала до конца, то здесь герой вроде в самом начале уже находится в конце, и дальше он просто пересказывает события, которые с ним случались. Поэтому главную задачу, которую мне поставил режиссер, это перевести всю историю, весь нарратив, в формат вот таких вот монологов, которые герой бы озвучивал, и через вот это движение его воспоминаний, через движение каких-то его полугаллюциногенных снах, каком-то бреде странном, отчасти сюрреалистическом иногда, показать вот эту вот историю про то, как состоялся контакт с внеземной цивилизацией, очень развитый, потому что я полагаю, что если пришельцы добрались до Земли, то они не будут падать в Чертаново. Скорее всего, это будет очень серьезная контакт с цивилизацией, в которой даже не будет проблем в том, чтобы найти общий язык с нами. Как показано, например, в фильме «Прибытие», вопрос языкового барьера снимается довольно быстро при наличии интеллекта с обеих сторон. К чему может привести вот эта история? Николай Александрович, про сценографию, пожалуйста. Про сцену тогда расскажите о возможности, как они были. Новая сцена, если совсем какой-то короткий экскурс, представляет из себя такой вот куб с гранями 20 на 20 примерно метров и высотой 8 метров, предельно оснащенный всяческими механизмами. То есть это на самом деле, я бы не сказал, что это какие-то такие совсем уникальные механизмы, просто они сделаны по уникальной технологии и у них очень большие возможности. То есть мы можем менять высотные уровни с различной скоростью, что очень важно, что это не просто технические какие-то подъемы, мы можем задавать определенную атмосферу, мы можем двигать все эти элементы очень медленно и друг за другом в очень сложных конфигурациях. Здесь обычно все-таки режиссеры, как бы понимая практичность будущей жизни спектакля, все-таки немножко побаиваются этой всей механизации, потому что действительно, как бы мы потом, спектакль невозможно нигде играть, мы только можем его играть там и все. И поэтому вот многие спектакли, ну не многие, но которые завязаны с этой системой, они до сих пор не могут никуда выехать, уже не говоря про этот спектакль, который, наверное, на 90% использует всю эту механику. Ну, изначально мы решили построить такой мир по сюжету и по теме, связанной с этой идеей, что это такой замкнутый мир, машина, некая машина, в которой заключен главный персонаж, машина, которая постоянно этого персонажа сканирует, изучает, как бы вместе с ним живет, постоянно реагирует на его какие-то внутренние и внешние проявления. Даже для видеосъемки очень сложно, видеосъемку очень сложно передать, потому что мы не можем даже ни одного общего плана показать, настолько, как бы, да, на камере некуда отойти, чтобы снять это все вместе, потому что все пространство сцены занято декорациями. Вот, когда монтировка, что можно сказать? Вот монтаж этого спектакля и настройка спектакля идет три дня, вот три рабочих дня, это все, потому что это самое быстрое, раньше это шло гораздо дольше. Вот, ну, могу что еще сказать? Вот основная проблема, всего 74 человека помещаются в этой конструкции, и они находятся внутри этой машины. Вот это была самая, мне кажется, такая большая сложность, потому что техника безопасности, охрана труда, все противоречило взаимодействиям с этими службами, потому что технологии ушли вперед, а вот эти все правила нахождения и работы в театре, они не развиваются, к сожалению. Это надо, их надо пересматривать. Да, 74 зрителя. Они сидят внутри этой машины на разных уровнях, вот вы видите, спускаются в нижний уровень, да, трюм, потом он станет, этот нижний уровень станет нулевым уровнем, а верхний уйдет наверх, и так постоянно происходит какое-то движение. Да, к сожалению, я ничего мало там вижу. По технике безопасности нам приходится, но это как бы связано и с логикой, логика повествования, сюжета. Мы накрываем зрителя сразу, практически мы накрываем зрителя решетками, чтобы мало ли кто-то в темноте от испуга не побежал куда-то, не выбежал в механизмы, не упал. Но иногда мы их поднимаем во время действия, что это производит отдельный эффект. На каждом плунжере, в каждом секторе дежурят люди специально обученные, что если что, по рации моментально нажимают на кнопку стоп, потому что действительно, начиная от кресел, на которых зрители сидят, и всего-всего-всего, это все специально сделанные вещи. То есть кресла тоже необычные, они тоже реагируют в определенные моменты на происходящее с главным персонажем. Мы используем плунжерную систему, которая уже заложена. Система плунжеров и подвесные все вот эти точки, лебедки, огромное количество. Это все заложено уже в самооснащении сцены, а всю декорацию, которую сверху мы ставили и вот как-то дополняли, это делали мы театральные мастерские под нашим тщательным присмотром. Поскольку вы не видели спектаклей, большинство, наверное, из вас, я хочу вам просто пояснить, что когда вы сидите в этих креслах, у вас возникает чувство абсолютной герметичности, стиснутости, и в этом смысле безвыходности этого пространства. Они еще вибрируют. Поэтому это среда, которая устраивается в спектакль. Не весь зритель готов. Когда начинаются эти все движения, мы делаем такой специальный медленный вход для зрителя, нерезкий, потому что, конечно, некоторые пугаются. Два слова. Просто мне рассказывал, и Николай Александрович, и отец, про то, что они там собираются делать. Но когда я первый раз приехал непосредственно туда и сел в это кресло, меня подняли, это было за неделю до премьеры. Я первый раз там побывал на этой построенной конструкции. Я даже сначала не понял, что оно поднимается. Я думал, что меня только опустили эту самую клетку. Потому что очень много всего происходит вокруг, и ты теряешься. И все это, конечно, создает такую дезориентацию полную в пространстве. Вот эта дезориентация, что важно, важно, что она не просто как аттракцион. Это можно сходить тоже куда-нибудь на карусель. Но здесь именно нужно достигнуть такого эффекта, потому что это внутреннее состояние персонажа. Мы хотим, чтобы вот эта машина, вот эта вся машина, как мы ее называем, она как такая пространственная модель передавала психофизическое состояние персонажа. Под разными ракурсами. Какой-то смысл, чтобы был. А не просто мы их, зрители, катаем. Мы могли бы его катать там еще хлеще. Можно было там и каждого зрителя на отдельной лебедке поднимать. Но именно как вот эта кардиограмма, вот эта пространственная кардиограмма, которая подчеркивает жизнь персонажа. Вот это очень важно. И вот я, например, первый раз столкнулся с такой проблемой, что нужно было показывать, не иллюстрировать, вот сценография не место действия, разные места действия, а состояние. Даже не атмосферу, а вот состояние, которое, состояние вот этой машины, которая живет и реагирует на живого человека. И, конечно, там, несмотря на всю оснащенность сцены, уже такие фантазии были, что мало, 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 не хватает выразительных средств в механике. Уже хотелось, чтобы плунжеры ходили не только вперед и вверх, медленно и быстро, чтобы они шли вправо, влево, вращались. Ну, то есть можно было еще додумывать и додумывать, достраивать и достраивать. Да. Ну, самое главное, вот уже сказали все, я просто подведу итог. Значит, во-первых, зритель подготовлен, это вопрос вроде правильный, и с то же время не очень правильный, потому что, а что его готовить-то интересно? Зрителю надо не готовить, если его подготовить, только он либо не пойдет, вспомнив про свое давление, либо он скажет, ну, зачем мне это неинтересно, или будет очень готов к тому, что с ним будут делать. Зрителю надо ставить в такие неудобные и острые обстоятельства всегда, и в традиционном театре, и в таком театре, когда его надо вышибать, в общем, из кресла. Вышибать не обязательно пинком, и далеко, на два метра, или на три, но приводить его в такое чувство, чтобы он все-таки всех зрителей нельзя привести. Это невозможно. Когда мы играем спектакль на нашей основной сцене, где 950 мест, то невозможно всех, но если хотя бы какая-то часть зрителей выходит и задумывается о чем-то, они говорят, мы так прекрасно отдохнули, как про сауну, он так не говорит, значит, это уже большая победа. Вот к этому надо стремиться. Поэтому, когда здесь они становятся участниками этого процесса, я не понимаю, что актер, который сидит в этой колбе, в этом стакане стеклянном, и с ним происходят суперчрезвычайные какие-то истории, потому что он заключен, он вспоминает свою жизнь, он вспоминает, что его, в общем, допрашивают, пытают, это все будет в результате его контактов с этими пришельцами и прочее, и прочее, то тогда зритель начинает понимать, что это с ним тоже происходит. Он попадает в какой-то степени, он себя неблагополучно чувствует, и это очень хорошо. Я считаю, что это очень правильно, особенно для такого спектакля. Это была самая главная, самая главная история, потому что иначе это было невозможно. Сидеть просто вот так и смотреть со стороны, это было бы неправильно. Теперь по поводу сюжета. Сейчас мы пойдем дальше, чтобы там долго не затягиваться, у нас, так сказать, и времени такого большого количества нет, да это и не надо. Значит, по сюжету происходят два контакта. Кирилл, по-моему, говорил, контакты, значит, ты не рассказал о том, что есть их приезды в течение последних 50 лет до главных событий, и как бы вот эти прилетают корабли. Они зависают и выходят на контакт. Есть определенная группа, значит, в ООН, да, секретная. Давайте я расскажу просто. Ну давай, да, что ты сидишь-то? Давай, говори. Сижу, да, да, да. Очень просто. Значит, как я уже сказал, вот эти пришельцы, да, контакты, это все такое стало в нашей культуре, такой штамп, и нам кажется, что вот пришельцы, это как бы стартовые обстоятельства, уже дальше после этого надо накручивать какие-то дополнительные сюжеты. На самом деле, если это в действительности произойдет, конечно же, для тех людей, которые будут к этому допущены, хотя мне кажется, что если это произойдет, мы все будем об этом знать, но в любом случае, это будет настоящий подлинный психологический, эмоциональный шок. И если говорить про, попытаться смоделировать какую-то более-менее адекватную реакцию, естественно, правительств, то история засекречена, корабли находятся над планетой, там у них идут какой-то обмен на очень технический, но опять же, не очень серьезный, не очень глубокий, потому что понятно, что отдавать человечеству какие-то технологии сразу серьезные, это глупо и бессмысленно, нужно это делать постепенно и со временем. Но мотивация пришельцев совершенно непонятна, что правильно, потому что они должны действовать в другой логике, принципиально другой, там колонизировать Землю или наоборот попытаться сделать из людей себе подобных, это все очень просто. Мы понимаем, что разные виды, вспоминающиеся в разных условиях, скорее всего, будут мыслить по-разному, и даже при внешнем сходстве, при том, что они могут обмениваться какой-то информацией, все равно пришельцы эти остаются абсолютно непонятыми для землян, а вот главный герой пытается их понять, пытается разобраться, что же ими движет, зачем все это происходит, почему они дают технологии, не просят ничего взамен, почему они выдвигают какие-то условия, потому что бы улучшить жизнь Земли и не ухудшить, но при этом совершенно непонятно, что ими движет. И в принципе до конца спектакля, так и до конца повести, никакого адекватного ответа мы не получаем, высказывается несколько предположений, гипотез, противоречивших даже друг другу в чем-то, но тем не менее, вот этот главный ответ, который постоянно тоже в таком классическом варианте должен поступить, типа они на самом деле хотят нас захватить, или они хотят переселить нас на свою планету, или им что от нас нужно, этого ответа нет, потому что, конечно, если смотреть через эту призму реализма, то это очень оптимистично, думать, что возможно вообще понять логику настолько отличных существ. И да, главный герой работает в этом самом подразделении РСМИО-нации, которое пытается разобраться, что же им от нас нужно, и он, понятно, узнает об этом не сразу, его вводят в курс дела постепенно, там вот есть элементы такой конспирологии, о которой я уже говорил, и дальше происходят два контакта. Первый контакт, вот здесь, по-моему, даже на этом видео он будет дальше, он происходит в Японии, в затемнении, там со всякими эффектами, со зрителями говорит, звуковая пушка, да, Антон? Абсолютно верно. Абсолютно верно. А следующий контакт, я думаю, мы к нему сейчас перейдем, да? Да, следующий контакт, это мы решили, что следующий контакт должен быть в России, ну так это было и написано, или у тебя не было там в повести? В Петербурге. Раз в Петербурге мы взяли Зимний дворец, вот такое странное место, потому что, казалось бы, ну контакты должны происходить в каком-то ангаре, там, я не знаю, в каком-то пространстве особом, там, Чертаново, не Чертаново, я не знаю, где-то на Большом пустыре, мы взяли Эрмитаж, вот просто, вот чисто Эрмитаж, потому что раз это такая совершенно, совершенная, супер, непонятная нашему сознанию цивилизация, она может появиться где угодно, абсолютно где угодно, это не обязательно для этого, значит, этот корабль должен иметь место, где там присесть, сесть, это вне такой бытовой логики вообще, и поэтому мы сделали этот контакт в Эрмитаже, но мы перевели часть этого контакта, первую весь, вот вы сейчас, будет это видео, которое сейчас пойдет, сделали вот такими анимационными средствами, потому что мы снимали в Эрмитаже, но сделали такими анимационными средствами, там идет анимация, приезд глав государств на тот период, который встречается с ними, из которых вызваны вот на этот контакт, тем более, что это идет на фоне праздника Алые паруса, есть такой в Петербурге праздник, когда все пьют пиво, валяются, кричат, орут. Вообще такой город гуляет весь, все время, всю ночь. И молодые, и пожилые к ним подтягиваются, когда хотят. И вот на фоне этого праздника происходит в Эрмитаже вот эта встреча. То есть совершенно люди даже не подозревают об уровне разговора, который происходит в стенах Эрмитажа. Они подъезжают на машинах с охраной, значит, подъезжают к этому Эрмитажу. А это не будет, по-моему, сразу с их движения. Ну, неважно, в общем, покажи это. А нельзя свет притушить нему? Видите приезд на машинах? Только выходят уже нарисованные фигуры. Свет, свет притушить. Спасибо так гораздо лучше. Становится меньше увидеть Зевса. Как-то на секунду. Дальше они выходят уже в театр, на сцену. Как вот анимационно из Эрмитажа они переходят в театр. КОНЕЦ Вот здесь начинают... Или там еще крупные планы какие-то есть. Нет? Нет, уже когда... До дронов надо остановить. Ну и, короче, они появляются здесь, да, и начинают сейчас между ними сцены. Здесь я просто хочу сказать два слова. Значит, поскольку появляются эти самые инопланетяне, то тут очень трудно, трудно было всегда... Тут тоже штамп такой очередной, очень банальный. Как их изобразить, понимаете? В театре особенно. В кино больше возможностей. В театре очень сложно. Потому что всегда... Это то же самое, как призрак Гамлета в театре. Если что-то не придумать, всегда, так сказать, это непонятно. Потому что во времена Шекспира зрителя вообще даже у него вопроса не было. Появляется призрак. Он мог появиться как угодно, в любом обличии, но все верили, что призрак. Потому что как без призрака? Призрак – это нормально. Сейчас это не... Я вспоминаю покойного, замечательного артиста Михаила Казакова. Может, вы видели спектакль «Гамлет» в режиссуре Петра Штайна. Он там играл отца Гамлета, Миронов играл от Гамлета. И вот меня всегда так прям до смеха, я помню. Я чуть не смеялся, когда он в каком-то синем полотенце в свете там что-то такое там вещал, появлялся. То есть сразу фальшь, мгновенно. И как сделать так, чтобы эти вот-вот-вот они появились? Они должны появиться, вот эти представители, инопланетные представители. И на тот период, это было два года назад, мы все-таки решили обойтись такой технической историей, довольно сложной. Это некие управляемые аппараты, которые могут двигаться, которые могут разговаривать, но тем не менее, которые двигаются в некие дроны, как мы называем. Сегодня они стали уже даже вполне привычной такой историей, но два года назад еще, и три даже года назад, когда мы это придумали, это не было так вот уже понятно и так везде, в каждом месте ясно. И мы вот решили использовать их. Это просто, чтобы вы понимали. Да, изначально уже в самом тексте, чтобы их никак не описывать конкретно, это такая изначально абстракция была, называется «Огонь», потому что они предстают в виде людей как огненные всполохи. Поэтому понятно, с самого начала, как их там объяснить. Мы думали сначала видео какие-то, были идеи голограммы. В итоге перешли к вот этому. И еще одну вещь хотел сказать. Вы видите, что здесь контакт происходит вот на 16-й год. Это были действительно Ангела Меркель, Барак Обама, Пан Геймун и Владимир Путин. В повести происходит все то же самое, но с лидерами другими. Там как бы такой немножко вот этот фэнтезийный мир. Но происходят как бы события те же самые. Я специально изначально делал это с нереальными персонажами, чтобы уйти от такой навязчивой политизации. Но вот здесь поступило предложение от режиссера, я с ним согласился, что для формата спектакля как раз такой вот такой, отчасти даже постмодернистский ход непосредственно взять их и переместить туда, в Эрмитаж, на этот контакт, чтобы предельно радикализировать эту ситуацию, актуализировать это. Это оправдано. И, кстати, Петровский сказал, что все были, кроме Барака Обама, и мы наконец-то его привели. Давай дальше. Кстати, когда они летят, то даже ветер от них идет, и зрители тоже чувствуют приближение их. Великобритания 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 Субтитры создавал DimaTorzok Они ему подарки делают, да, приносят подарок, все там продолжается. И хотел пару слов сказать, потому что сейчас у нас будет там переход, по-моему, на актера, да, на Симака, да? Правильно? Что там у нас дальше? Дальше пришельцы. У дроны, да? У дроны можно пустить тогда, пускай, только пропусти эту фреску, это долго. Это долго, они им показывают картину, там, это, это, дальше они читают текст. И я говорю вам свою благодарность. Все, что мы можем сделать, это быть достойными ваших дорог. И я говорю от имени всего мира. Мы сделаем все, чтобы оправдать ваше доверие. Пока человечество... Ну, такая казенная речь, банальная. Вот дальше они выдвигают, сейчас это будет, да, понятно, по-моему, выдвигают такой текст предложений. И предложений, значит, которые предполагают полное уничтожение оружия на Земле. Кирилл, может, ты расскажешь, да? Да, да, да. Вот, они выдают текст. Ау? Да, да, да. Вот они пишут, что сегодня мы решили, что вы готовы уже, мы с вами достаточно давно сотрудничаем, и вы, в принципе, созрели и достаточно выросли, чтобы, в принципе, ликвидировать все запасы оружия массового поражения на планете, ядерное оружие, химическое, биологическое, распустить армии и объявить об объединении человечества в такую единую федерацию. И если они говорят, что если будут какие-то вопросы, потому что сразу дальше возникает, а как же конфликты, надо же как-то регулировать, они говорят, ну, мы решим эти вопросы, в общем, не волнуйтесь. Но это должно быть ваше решение, мы не хотим настаивать, вы сами взрослеете, вы сами должны до этого дойти. Поэтому вот, принимайте решение, на этом заканчивается эта сцена. И дальше они обращаются за консультацией, потому что, что они вообще имеют в виду, главному герою, который вроде по ним специалист, они дальше начинают ему говорить, а что на самом деле им нужно. Они хотят нас обмануть, они скажут, уберите ядерное оружие, потом они на нас нападут, потому что как, а что, мы должны как-то реагировать, мы же им не доверяем, мы не понимаем, что происходит. Ну да, но самое главное тут еще выдвигается совершенно какое-то такое уникальное и чрезвычайное совершенно предложение о том, что мы вам поможем. Вот вы, так сказать, наращиваете вот эту ядерную вооруженную, так сказать, мощность и капитал, который сдерживают друг друга. Потому что мы же сейчас с вами все живем, за эти два года ничего не поменялось, только ухудшилось, может быть. Мы все живем в неком балансе, который еле-еле хрупко держится. Баланс страх, как называла Маргарет Тэтчер. Да, кстати говоря, она точно это сказала. Это баланс страха. То есть, либо вы, тут же мы. То есть, вот на этой вот границе мы все существуем. Тем более, что за эти два года мир еще больше, так сказать, вошел в такое истерическое состояние, понимаете, вот в этом отношении. Тут вдруг придает, мы вам поможем. Мы решили, что мы уже можем вам помочь. Мы уничтожим все, что вы накопили везде. У вас не будет оружия. Вы можете объединиться и начать все по-другому с точки зрения, так сказать, контактности, жизни, мира и так далее, и так далее. Они выдвигают целый ряд таких предложений, на которые, естественно, ну, к сожалению, естественно, амбиции руководителей разных государств пойти не могут. Амбиции... Подозрения, паранойя. Они начинают сомневаться, подозревать, а зачем, а почему, и то, 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 пятое и десятое. И, короче говоря, они эти предложения, в общем, отвергают. Ну, так это по сюжету. Ну, я хотел бы перейти там к артисту, да? Там есть, по-моему, какой-то план с Симаком. Да, вот здесь. Значит, вот это главный герой Симак. Ну, сейчас останови на секундочку. Значит, я просто хотел сказать, что несколько слов о том, что, конечно, работа, это чисто уже профессионально. Работа актера, значит, Петра Михайловича Симака, который играет эту роль, она, конечно, чрезвычайно очень сложна. Потому что вы себе представьте, одно дело существовать вообще в таких острых обстоятельствах, другое дело существовать еще внутри. Не просто этой машины, а вот в этом стеклянном кубе, в этой стеклянной стакане, по которому еще стекает вода, иногда сверху, понимаете? То есть состояние такое очень замкнутое, зажатое, и при этом нужно, безусловно, как бы стараться, безусловно, существовать. То есть такие уже обстоятельства экстраординарные, и даже не двойные, а тройные, четверные. Потому что мало того, что они не просто острые по сюжету, они еще острые просто по форме, по декорации, по тому, где он находится. Он действительно заточен, это все опускается, подымается, он действительно, там ему совсем не жарко просто, ему там не прохладно совершенно. И вот этот пропеллер, который там иногда кутица, он скорее более декоративный, потому что он ничего не дает. Он тыкается в эти стенки, его бьет электричеством. Значит, ну электричеством, понятно, да? Каким? Ну бьет, и жена была против его. В общем, так сказать, там есть какие-то очень жуткие, такие жесткие какие-то условия, которые зритель, сидящий рядом, а зритель сидит рядом, это видит. И с ним это происходило, в смысле вибрации кресел, движение вверх-вниз. И, конечно, это очень сложно. С одной стороны, воспитанному артисту, артист Симак достаточно известный артист, в Петербурге особен, но один из таких главных был артистов долгие годы у Додина, в его театре, играл там главные у него роли, потом он уже 4 года работает с нами. И, конечно, для него вот эти новые обстоятельства, совершенно не бытовые абсолютно, а совершенно из другого театра они для него были очень трудны. Еще при этом нужно соблюдать некий тон, потому что как только ты в этой будке начинаешь театральничать, ну, грубо говоря, я сейчас очень грубо говорю, когда начинаешь немножко, так сказать, там форсировать звук или что-то еще, то мгновенно ты становишься фальшивым в этой будке. Значит, надо соблюсти. С одной стороны, тон достоверности, все время какой-то партитуры такой зигзагный, когда человек говорит скороговоркой, когда он говорит тихо, когда он говорит, а потом вдруг взрывается, но взрывы эти очень такие, ну, выверенные, органичные, это было сложно для него. Это я просто хотел сказать, что непривычные очень условия для актера, я думаю, что он и сейчас даже на каждом спектакле, значит, вот эту партитуру довольно трудную, так сказать, проходит, вспоминает то, что с одной стороны трата эмоциональная очень сильная, а с другой стороны все время зажатость вот в эту партитуру формы, в которой надо существовать определенно. Как только ты чуть распустишься, значит, тебя все равно купон держит, вот этот стакан держит, и он тебя держит и физически, и внутренне держит. Сложная задача такая. Давай дальше. Я просто хочу прояснить, что случилось. Там, когда они обратились к нему за консультацию, он им сказал, что, ну, мне кажется, все так и происходит, и сказать нет, здесь не вариант, потому что в слишком неравных условиях идут переговоры. И дальше наши любимые отцы, они принимают решение не отцы в плане отцы, а отцы в плане отцы наши милостивые, президенты и правители. Они принимают решение о том, что нужно нанести в своей любимой логике превентивный удар по королям пришельцев, ядерным оружием. Конечно, это уже не взгляд через призму реализма, конечно, это уже такой постмодернизм чистой воды, но он радикальный, он здесь оправданный. Поэтому вот герой понимает, что если они сейчас это сделают, если они начнут атаковать пришельцев, то на этом все закончится. Понимаете? Сегодня. Сейчас. Скоро. С минуты на минуту. Мы все обречены. Все. Старые, молодые, здоровые, больные. Мы все обречены. Только не знаем об этом. Я хотел бы рассказать правду. Всю правду рассказать, что все обречены. Все. И вы. И вы. И вы. И вы тоже. Вы тоже. И вы. 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 Мы все обречены. Люди. И вы. И вы. И вы. И вы. Я не сделаю сам одолжение. И как-то прервут этот погодный груз. И у них тоже нас всех. Не волнуйтесь. Мы умрем без болезни. Скорее всего, боль будет длиться не дольше секунды. Не волнуйтесь. Смерть ждет всех. Не волнуйтесь. Мы умрем. Скорее. Очень скоро. Не волнуйтесь. Очень. Скорее. Очень. Такая некая катастрофа. Как бы в его видении, в его воображении. Как она может произойти. Такой конец света и какая-то катастрофа. Тоже в театре момент очень сложный. Как это изобразить? Просто на видео показать какие-то там. И все. Значит, надо как-то было. Опять же, зрителям был вопрос. Как он готов, не готов. Как он в этой машине себя чувствует. Как-то надо было его, грубо говоря, привести в новое тоже качество. Теперь уже в качество вот этого страха. Какого-то и понимания, что с нами может со всеми произойти. Вот здесь, конечно, большая роль была композитора, который делал вот этот весь такой окружной саунд-дизайн. Он сейчас расскажет. Антон, расскажи. Да, спасибо. Давайте я небольшое превью все-таки включу, о чем идет речь. И потом поговорим предметно. Да, да, да. Собственно, да, это ближе к концу. У нас там наступает такой комбинационный момент, но здесь вы только что могли слышать, что звук у нас используется пространственный. То есть это не стереозвук, это, как Валерий Владимирович упомянул, это пространственный звук. Колонки окружают зрителей, точнее, в общем, всю конструкцию из двух этажей, на которой сидят зрители. То есть там еще несколько уровней колонок. И, собственно говоря, у нас очень много чего изменилось за процесс создания спектакля. Но вот эта идея о том, что мы работаем только с пространственным звуком, она, конечно, как была, в общем, нами сразу принята, так она, естественно, только развелась. То есть добавился еще виброзвук, о котором говорили, добавился за то, что говорил Кирилл, направленный звук о зипушке. И дело в том, что я думаю, что у нас единственный театр в России, по крайней мере, где эксперимент с медиа и технологиями, он происходит не на аутсорсе, как это обычно. То есть это внедрено в саму структуру нашего театра. Это называется медиа-студия. И там мы имеем возможность полномерно, то есть из года в год, исследовать, что такое пространственный звук, что такое те же самые дроны, что такое виброзвук. Не на уровне игрушек или аттракционов, которые мы берем на новый спектакль, не успевая выучить, а именно как материал, с которым мы работаем и исследуем, что в нем, в общем, потенциально интересного. И, в частности, да, очень в общих чертах это, в общем, пространственная звуковая партитура. Другой важный ее аспект — это то, что примерно за полгода до начала спектакля, по-моему, в июне, мы собрались прослушать эскизы. С Валилем Владимировичем и с Николаем. И после часа прослушивания пространственных эскизов мы вышли вниз, после чего, я помню, Николай мне говорит, что что ты сделал с моими ушами, я теперь слышу все. И для меня это был такой очень важный момент, что я решил, что вот да, вот такой должен быть принцип музыки, которая у нас будет в спектакле, чтобы зритель, выходя с этого спектакля, не только, ну, то есть, параллельно с тем, как он постигал, осваивал, собирал, складывал вот из этих кубиков историю, собственно, произведения, оставался вот именно в этом чувстве, что что произошло, я вдруг начал понимать больше. И причем это не какие-то потенциальные там или философские моменты, а вот именно физическое ощущение, что что со мной произошло. А музыкальному, ну, для того, чтобы достичь такого музыкального состояния, мы использовали звуки без так называемых четких референсов. То есть, условно говоря, есть там пианино, оно может звучать, вы можете его не видеть, но вы знаете, что это пианино или собака лает. Когда вы слышите звуки, у которых нету, природу которых вы не понимаете, соответственно, мы начинаем думать, мы активнее включаемся в процесс, мы больше погружаемся в этот спектакль. Вот, в очень общих словах. В этом суть звука. Так что предлагаю, наверное, ехать дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Диме, есть еще несколько секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, там произносят монолог целый, мы там сократили, естественно, и идет такое возвращение. То есть смысл стоит в том, что меняется вся эта машина, опять меняется вся конструкция, идет такое большое движение вместе со зрение, вместе со зрителями, вместе со зрителями, вместе со зрителями, и вот этот вот стакан появляется пустой, то есть он исчезает. И непонятно, то ли, так сказать, он погиб, как и там, все, к сожалению, что в этом спектакле, да, или его забрали. То есть такое многоточие, такое послесловие, он исчезает. В один из таких переходов, вот этот стакан оказывается пустым, вот он сейчас возвращается, ну, до этого уже, и вот поднимаются эти клетки, обнаруживают зрителя сидящего, видите, который вернулся в такое состояние положения, то, с которого начиналось все нулевое, заканчивается эта конструкция, свое движение, и все. Дальше недоумение, потому что артисты на поклоны не выходят, ну, потому что как-то странно здесь немножко выходить на поклоны. Мы пробовали, ну, на премьере, естественно, конечно, там вышли пару раз, но это было странно. Бывают такие случаи, когда странный выход все-таки артистов на поклоны. Бывают такие случаи. Нет, ну, вообще, такое бывает, в моей практике такое было несколько раз, когда это неорганично по целому ряду причин. А? Ну, да, наверное, неуместно, конечно, можно такое слово сказать. Просто это как-то неудобно, неловко. Бывают случаи, когда на поклоны, там, я просил, чтобы артисты, они сами это понимали, они не кланялись в пояс по русскому обычаю, а просто выходили и просто стояли, смотрели в зал. Такое может быть. А бывает, когда вообще это неправильно. Выходить, потому что... И поэтому там паузы. Для меня это очень дорого. Я вообще люблю, когда зритель все-таки задумывается. Со знаком минус ли, со знаком плюс, больше, меньше, но он задумывается. Поэтому это для меня ценнее, чем аплодисмент. Потому что я всегда вот чувствую, когда иногда в зрительный зал приходит зритель, и ты чувствуешь, что он чуть ли не с первых минут начинает хотеть, чтобы его развлекли. Он хочет аплодировать. Он от хорошего хочет. Он не то, что он плохой. Но он весь в ожидании. А ему не дают что-то, не дают. Что-то как-то не очень смешно. Он начинает скисать там или не скисать. Мне кажется, что это может быть. Такое бывает. Уже зрители очень разные. Сегодня особенно очень разные. Он очень сегментирован сегодня. Очень. Одни идут за одним, другие за другим, третьи за третьим. Поэтому сегодня говорить «зритель» вообще, это неправильно. Потому что он разный. Как и театр разный. Только чиновники говорят «театр». Это театр. Они не понимают, что как и в живописи есть акварель, есть монументальная живопись, есть масло, есть маленькие. Разный театр. Так и зритель сегодня очень разный. Но то, что после этой работы есть такая большая пауза, когда они, так сказать, в ожидании, может, что-то будет или не будет, и они еще в размышлении. Вот это, в общем, какой-то такой трагической достаточно интонации. И потом они аплодируют, конечно, некоторые. И потом они так выходят. Мне кажется, что это неплохо. По крайней мере, мне кажется, что значит, что-то в кого-то, опять же, иллюзий никаких не надо питать, но в кого-то что-то, может быть, и попало. Что там у нас еще? А петь-то не будешь? Танцевать это у нас Николай Александрович по этой части. Он хорошо это делает. Тут есть еще такой, прости, Валер, смысловой акцент. Заходите еще, пожалуйста. Что эти анимационные правители, эти реальные правители, которых вы видите, они жаждут одного, а пришельцы приходят дать совершенно другое. И вот эта потребность оружия как тотального контроля и готовность предоставить возможность стать другим человечеством, вот они сталкиваются в финале этого спектакля и создают такой этический внутри этого спектакля, ну, даже скажу катарсис, потому что действительно вот эти зрители, покинутые Николая Конструкции, сидят совершенно в таком ошеломлении и осознании. Это очень важный момент. Вопросы или еще? Наверное, вопросы нет. Если у вас есть что-то, давай, Николай Александрович, вы хотите рассказать о судьбе русского театра или что-то? Нет? Я хочу сказать только, что совершенно не передает видео атмосферы. Ну, это естественно. То есть совершенно даже вот... Эх, к сожалению. То есть мы можем только рассказывать, говорить, но вот ощущения, конечно, мы не передаем даже на 5%. Дело в том, что если бы мы снимали специальный фильм, вот со специальной задачей, но такого не было, а снимать фильм для этого нужно останавливаться, надо снимать с разных ракурсов, залезать в эту машину, снимать так, 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 так. Это отдельная история, очень такая долгая, длинная и особая. А здесь просто съемка с одной из двух, с трех точек, с которых удобно. Но это такая чисто бытовая театральная съемка. Поэтому, конечно, как тут ни крути, тут ничего, так сказать, добиться этого не будет. Могу сказать, что только, конечно, нас очень интересует вся эта идея, которая есть в спектакле, и мы готовимся к тому, что, может быть, будем снимать фильм. Но фильм не связан со спектаклем, впрямую. Это основа все равно будет. Это новый, другой оригинальный сценарий, написан уже Кириллом. И кино — это другие возможности, там все по-другому, хотя идея и тема, она, конечно, остается. Мне хочется этот фильм очень снять. Я давно не снимал кино, и не потому, что я тоскую по кино. Мне хочется этот материал снять, потому что я вижу, что сама идея, она никуда не ушла. И уйти не может, потому что она касается человека, она касается личных изменений, связанных с нами. И неважно, это правительство, другое правительство, третье, четверть, пятая. Это не играет никакой роли. Никакой. И вот это изменение, которое очень трагичное, с которым мы живем, мы с ним рождаемся, и мы с ним живем, оно зависит только от нас. Эти изменения зависит только лично от нас. Это очень сложный вопрос, поэтому мне хочется снять эту картину, тем более, что в Петербурге, и в кино совершенно другие возможности. Конечно, там не будет никакой этой машины, вы понимаете, там все будет по-другому, там будут, так сказать, ну, все другие объекты и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Но возможности другие, они больше, чем в театре. Театр имеет свою стилистику, кинематограф это другое. Вот поэтому в этом смысле этот спектакль будет иметь, я думаю, какую-то другую, я надеюсь, перспективу. Пожалуйста, вопросы. Спасибо большое. Понимаете руку, кто хочет? Однофамилица Марина Токарева, Стрингер. Вопрос у меня такой. Замечательный спектакль, который просто завораживает. Почему так мало о нем известно? И есть ли ажиотаж в Питере на этот спектакль? Хочется поехать и посмотреть все-таки на месте. Ну, то попасть, попасть, ажиотаж-то есть. Потом 74 места, это уже элемент ажиотажа. Потому что попасть очень сложно. Нет, там идет запись, да, такая, там люди заранее записываются, покупают билеты. Это довольно трудно, конечно, конечно, трудно. Хотя можно и на 20 человек иметь свободные места. Все зависит от того, что ты показываешь все-таки, наверное, я так думаю. Но нет, в этом смысле там никаких проблем нет. Ну, это действительно революционная постановка. И, в общем, все, кто интересуется театром, они и знают, и почти все ее видели. Но вы поезжайте, если есть возможность, посмотрите обязательно. У меня вопрос к Антону. Вот как происходит отбор вот этой звуковой среды, вот этого пространства? С чего все начинается? Я уже упомянул, что тут очень важно, начинается все совсем с нуля к каждому новому спектаклю, что, а, хотим того, хотим этого. Или все-таки это поступательное движение, как бы развиваются некие знания, некая практика, некий опыт. И в этом смысле, я еще раз повторю, очень здорово, что у нас существует медиа-исследовательское такое специальное подразделение, которым ваш покорный слуга руководит. В рамках его есть проект, который называется «Галерея плавучего звука». Он посвящен пространственной музыке исключительно. И, в частности, конкретной музыке, акустоматической музыке. Мы очень плотно исследуем это, это идет совершенно параллельно. И это должно быть, потому что, как бы, из ничего не получится нечто серьезное, когда приходит время это делать. И с момента, ну, собственно, старта наших вот этих исследовательских разработок, там, с 13-14 года, очень многие спектакли на новой сцене стали, ну, просто исследовать тему пространственного звука, в частности. Что для меня вообще очень странно, почему это до сих пор не распространено везде. Потому что, если вы просто посмотрите на количество колонок в любом театре, их там много. Но просто вот здесь нету этой концепции обычно. Ни у режиссеров, ни у художников, ни у композиторов с этим не работают. Я хотел добавить, что здесь, в этом доме, как раз работают. Поэтому мы его и выбрали. Нет, это вы сейчас привезли. Тут и без вас работают. Тут имеется в виду другое. Тут имеется в виду другое, что в этом доме как раз вот эти опыты соединения и работы на вот этой границе музыки и театра драматического как раз вот здесь, вот в этом пространстве, в этом доме этому уделяют большое внимание. И не случайно мы пригласили на наш фестиваль Александринский в этом году в сентябре именно электротеатр, потому что нам хотелось, чтобы их опыты тоже были показаны в Петербурге и были показаны на новой сцене, которая тоже этим занимается. Пожалуйста, вопрос. А можно Валерию Фокину вопрос? Да, да, да. Вы сказали вначале, что те спектакли на новой сцене, которые были, они вас не удовлетворяли, потому что не до конца использовали вот эти вот все чудеса технические. Является ли вот этот, ваш первый спектакль, как я понимаю, на новой сцене попыткой вот такого реванша, показать, что... Я это сказал в самом начале. Это было одно из обстоятельств, почему я это делал. Но меня это не устраивало не потому, что там, предположим, вполне может быть спектакль на новой сцене, где вообще никаких этих технических возможностей нет. И замечательно. Там есть другие задачи. Дело же не в этом. А дело в том, что когда они были использованы, но были использованы не по делу. Вот это я имел в виду. Потому что сегодня такие штампов достаточно, особенно у молодежи, у молодых режиссеров, особенно у студентов даже. Все время ты это видишь. Например, видео стало штампом. Абсолютным. Сегодня мы тоже используем. Здесь очень много видео. И мы используем видео в своих спектаклях. Но это стало таким штампом сегодня. Сегодня как бы без видео иногда студенты даже мне говорят, ну как это без видео? Я говорю, ну ты же можешь это сделать без. Судя по тому, что ты предлагаешь, там оно не нужно. Она совершенно не... Не, ну как? Ну что вы, ну как? Ну вот это вот, как это? Вот это... Это такое бывает? И что такое штамп? Это какая-то хорошая, интересная находка, которая потом со временем начинает быть технической и превращается в такой набор. Как в свое время в старинном театре, вы же это прекрасно знаете, Кристина, да? Как театровед. В старинном театре свечи нельзя было тушить, и они горели, и весь зал был освещен, потом сделали электричество, стали гасить в свет зрительном зале, и Мейерхольд сделал это в 1912 году. Значит, когда зажег свет в зрительном зале, это было такое удивление. Сейчас это тоже один из штампов. Зажгли и зажгли. А лучше бы не зажигали, я только задремал, только тут. Начинайте зажигать свет, мешать мне. То есть это все. Поэтому в этом смысле мне хотелось просто попытаться оправдать эти возможности, именно завязав их на смысл, не более того. А можно еще вопрос маленький? А вот вы говорите, что там, это, по-моему, Николай говорил, вот эта вся машинерия напрямую связана с психофизикой артиста или персонажа? То есть это реакция на то, что происходит в голове у Симака, условно говоря, или нет? Ну, да, вся партитура спектакля так сделана, что машина, да, вот эта и наша декорация, они живут вместе с внутренними какими-то движениями персонажа. Эта партитура так выстроена. И в Симаку еще было сложно играть, что он как бы должен соблюдать и свою партитуру внутреннюю и знать, что машина еще должна сработать. Вот это, и тем более он сидит в этой капсуле и вообще ничего не слышит, не видит, но он должен ее ощущать. То есть машина идет, вот рисунок самой машины, он выстроен только от внутренних движений персонажа. То есть мы как бы подчеркиваем, или машина противоречит, ему спорит, ругается, злится на него, либо наоборот успокаивает, но это только реакция на именно актера, на его рисунок, а не просто, ну, само по себе там какое-то изменение пространства, красивое, эффектное, или там что-то такое. Я забыл, кстати, сказать спасибо, Коль, что он напомнил, он еще ничего не слышит и не видит там, потому что там блики вот этого стекла, они отражают рефлекс, он не видит лица зрителей, только в определенные моменты, это очень трудно, потому что, ну, актер же так устроен, ему все равно надо, он даже если не смотрит зрительный зал, но боковым зрением это чувствует. Да, на репетиции мы вот уходили, так вот шутка была, уходили, а он играл, продолжал. Он не понимает, и это для него совершенно невероятное обстоятельство, так же, как всегда артист слышит зрительный зал, всегда его слушает, он может делать вид, что ему это безразлично, что он весь занят собственным процессом, все это слова. На самом деле, он все время прислушивается, кто-то больше, кто-то меньше, и уж тем более, если нет реакции там, где я их давно жду и знаю, что они должны быть, для него это просто, для некоторых это же видно, просто уже мне, как опытному человеку, видно, как он начинает нервничать, уже играет немножко внутренне нервно, что за публику привели сегодня, какие-то люди не те в зале, то есть это все видно, но это же живые люди, это же театр вообще живая машина, это же все понятно, а здесь человек вообще не видит, не слышит, он должен обращаться к ним, он должен пробиваться через это стекло к ним, а он их не ощущает, для него были очень трудные задачи. В какие-то только моменты, когда там свет прибирался, он начинает вдруг видеть, что там кто-то сидит. Он работает в театре, это вообще вопрос некорректный, Женя как мог согласиться, бюллетень тогда надо брать и уходить обратно к Додину, в телогрейку одевать и там ходить. Скажите, пожалуйста, а почему собраны именно эти четыре политические фигуры? Потому что они на тот момент являлись как бы ключевыми политическими фигурами, один президент России, другой президент Америки, Меркель тоже как одна из тогда Германии, два года назад играла все-таки такую, не как сегодня, сегодня она тоже играет очень важную роль, но она немножко другая. Ну и секретарь, Пан Гимун на тот момент, довольно была такая, ну фигура известная, он, только по этому принципу. Вы хотели увидеть кого? Таиландского лидера? Украина? Ну а что может решать Украина, когда она должна сидеть рядом с американским президентом, параллельно еще с ней? А что он там, можно сказать? Они бы обрадовались, наверное, если бы прилетели к ним пришельцы. Я думаю, что... Это интересный повод, кстати, Кирилл. Ты не пиши, блядь, не пиши поправочку-то. Прямо на Майдан вдруг. Раз, сели. Интересно. Да, можно? Я почти поверила вам всем. Спасибо большое. Но кроме страха и безысходности у меня сейчас никаких чувств. Вы этого добивались? Я поверила. Ну почти, почти этого добивался. Спасибо. А тут в зале сидит Людмила Бакши, которая сильно не согласна с тем, что Антон говорил по поводу звука. Люда, хочешь сказать? Спасибо. Но я музыкант, Людмила Бакши, и поэтому, конечно, меня во всех работают. Ну ладно. Вот у меня вопрос к композитору. Ну неужели пространственная музыка это то, что делает у нас в театре и в искусстве последние три года? Конечно же, да. Молодцы, товарищи. А может быть, кто-нибудь из вас все-таки... Ко мне был вопрос или к кому, простите? К композитору. Я могу ответить за то, что мы, конкретно мы делаем. Я не то чтобы сильно езжу по всем театрам и не очень знаю, что там такое. Вот в июле, чтоб 8 июля мы привозили одного из отцов-основателей этого направления, акустматики, Франсуа Бейля, Даниэль Теруджи, Жан-Клод Элуа. То есть это было у нас в театре, да, здесь я могу абсолютно точно то, что сделано моими руками, вот стопроцентно ручаться, что это высшие пробы действительно. Да, но вы разве не знаете, что это явление существует вообще в искусстве с 50-х годов 20-го века и что оно связано с авангаром? Ну они, по крайней мере, в институтском курсе должны были это проходить. И еще, ну ладно, если вы не родились в то время и не учились в институте, то, наверное, вы знаете, что пространственная музыка была использована и у нас в стране, и у нас в театре в 90-е годы 20-го века. Мы сейчас с вами не о том спорим, я за то, чтобы она была, но чтобы она была гораздо более, присутствовала, как сказать, в большем, я не знаю, она входила в структуру и входила в... Ну правильно. И тогда про то, что... Не только мы, композиторы, говорили об этом, а чтобы это было на режиссерских курсах, чтобы это учитывали художники. Она должна быть там. А таким образом она присутствует действительно разово сожалению. У нас тут с вами сейчас мы по одну сторону. Я не хочу приписать нам каких-то особых лавр. Естественно, мы не первые. Но мы очень планомерно занимаемся тем, чтобы это развивалось. Речь только об этом. Да, и еще тогда, в 90-е годы тоже Валерий Владимирович Фокин делал спектакль «Номер гостиницы города НН», «Превращение по Францу Кавки», где тоже использовалась пространственная музыка, конкретные звуки. То есть, понимаете, не надо все перечеркать. А почему я про это говорю? У нас, особенно в музыкальном искусстве, музыкально-сценическом, возникла какая-то очень странная такая концепция. Композиторы, ну, где-то там в районе 25-38 лет, которые называют себя авангардистами, говорят, что не открывают авангард в музыке, открывают авангард в театре. Понимаете, ну, на самом деле, это все было. И если вы повторяете, для себя что-то открываете, но очень важно, чтобы помнили, что есть преемственность. Что был, что Гаусс, что был Булес, был Ксенакис, а потом это делалось и в советском, российском искусстве. Ну, вот, ну, меня просто, поскольку я занимаюсь этим вопросом, и для меня это очень болезненно, потому что очень многие годы, ну, я просто на своем опыте не могу добиться, чтобы был вот такой контакт между музыкой и театром, и чтобы он был на уровне обучения, образования и развития. В таком объеме, в таком экстенсивном режиме только сейчас происходит в театре. Это как бы невозможно их заметить. Такого количества композиторов, молодых, которые бы тесно очень работали с драматическим театром, не было. Это факт. Вот. А уже что они там возвращают или открывают, это другой вопрос. Я поняла, что вы собираетесь делать фильм, но все-таки фильм будет другим, как вы сказали. Мне кажется, учитывая то, что спектакли, увы, долго не живут, и маленькую аудиторию, и трудности попадания на этот ваш спектакль, все-таки, если у вас будет возможность, сделайте видеоверсию. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Подумаю. А еще вопросы? Спасибо большое. А еще есть вопросы? Еще, 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 да. У вас же есть еще немножко времени? Здравствуйте. Вы вот сказали то, что спектакль должен дать задуматься зрителю. О чем зритель должен задуматься? То есть какова сверхзадача данной постановки? Когда приедете в Петербург? Спектакль сегодня, но он идет до конца сезона. Вы приезжаете на спектакль, но как-то формулировать, о чем он должен задуматься, это неправильно, это некорректно. Как я могу формулировать? Я могу формулировать задачи, которые мне хочется, тему спектакля, идею, а зритель сам должен или задуматься, или не задуматься. Я не могу так сказать. Он должен задуматься о том, чтобы сейчас выйти на митинг, или там, ну это странно. Вы приезжаете, мы вам сделаем место, что вот там есть Екатерина Сергеевна, она сидит все время, не отрываясь, в освещенном телефоне. Уже час пятнадцать я за тобой слежу, Екатерина Сергеевна. Но учитывая то, что ты помогаешь нам работать в городе Москве, я делаю вид, что я это не замечаю. Это мой заместитель. Она вам сделает место, даже если вы приедете с другом или с подругой, сделает два места. И тогда вы выйдете, и мы с вами поговорим. Ладно? Что, Кристин? Здравствуйте. Во-первых, спасибо большое за эту возможность узнать о спектакле. Вопрос такой о актерском составе. Это вот все, что мы увидели, правильно? Нет, это не все. Один актер, он основной? Нет, нет, нет. Он главный герой, это Симак, но там есть еще актеры, которые появляются как фрагменты его воспоминаний, его жизни, они к нему приходят, у них легче задача. Они зрители видят и даже слышат, потому что они приходят к этой стеклянной, к этому стакану, поэтому они появляются снизу, там сбоку, но они с ним общаются как воспоминания через это стекло, они туда не входят. Поэтому они, нет, там есть несколько актеров, да, конечно, есть, есть. Его жена, там японский товарищ, который с ним работает в Японии и так далее. Все, да? Спасибо вам большое. Все, да? Спасибо. Благодарю вас.